Тема недели Дело художника Вытягивать волей к добру Из хаоса жизни ясный смысл А не добавлять к хаосу жизни Хаос своей собственной души Вот что это за явление такое И каким человеком был Фазиль Искандер А в крещении Василий На связи с нами поэт-публицист Юрий Кублановский Добрый вечер, Юрий Михайлович Добрый вечер Вот скажите, откуда в нем самом Было столько этого ясного смысла Я думаю, во-первых, за счет Характера его дарования В котором присутствовал свет Вот просто от природы Это раз Во-вторых, от глубокого проникновения В русскую литературу Русская литература Всегда была литературой Положительных христианских смыслов И Фазиль Даже еще в ту пору Когда христианином не был Он интуитивно чувствовал То, какой же должна быть Наша русская литература И действительно больше всего Боялся и не хотел Добавлять, как он выразился К хаосу жизни Еще и хаос Того, что есть в каждом человеке Юрий Михайлович, а как он стал христианином? Вы знаете об этом? Вы знаете У нас был замечательный с ним эпизод Такой В конце 70-х годов Когда мы сблизились После того, как участвовали Вместе В неподцензурном Альманахе Метрополь Я пригласил его Проехаться просто по России Которую он знал В общем, честно сказать Плохо Я предложил ему поехать в места В которых я работал В Кирилло-Белозерский монастырь Где я был экскурсоводом В Ферампонтов монастырь В Вологду И вот осенью В золотую осень Мы поехали В эти боговдохновенные Безусловно места И я помню Как в Прилудском монастыре Мы стояли Над могилой Константина Батюшкова Вот там ему открывалась Красота русского православия Тогда еще Мало что Так сказать Смыслил в этом Вот расскажу Такой любопытный эпизод Как раз кажется В Прилудском монастыре Мы с ним Вышли из церкви И он Смущаясь Меня спросил Скажи А ведь Богородица была одна только Я говорю Ну разумеется Как может быть иначе А почему же На разных иконах У нее совершенно разные лица То есть совершенно детский Наивный вопрос Но очевидно Вот может быть В эту нашу поездку Может быть вообще По жизни Возможно через его семью Через супругу Он все-таки Приблизился Он сам писатель При всей казалось бы Экзотичности Тематики его Писатель христианских смыслов Безусловно Его произведения Имеют Катарсис Несут в себе Свет И просветление Говорят что Искандер напоминал В жизни Иногда Взрослого ребенка Так ли это было На ваш взгляд Да вы знаете Ведь что-то детское Наверное есть В каждом Большом писателе В нем Это было Безусловно Была какая-то Наивность Доверчивость Бывало Порой Совершенно Не отвечающие Моменту даже Настороженность Испуг В общем это была Очень тонкая Мембрана Очень по-своему Реагировавшая На все раздражители Внешнего мира Вместе с тем Вы упомянули Альманах Метрополь Это был такой момент Когда И на вас И на него И на целую Плеяду авторов Которые там Публиковались Обрушились гонения В конце 70-х годов И Это уже те обстоятельства Жизни На которые Наверное Человеческая душа Не реагировать не может Особенно Когда она так Тонко устроена Как у художника Да вы знаете От того что писатель В данном случае Кратко я имею ввиду Фазиля Получил повестку Из КГБ Это значит что Мир так сказать Вокруг него Потемнел И замерцал Отрицательными Цветами Мы все таки Все жили в халявные Времена Ну Вызвали в КГБ Ну Пожурили За публикацию На Западе Ну даже Сняли допустим Стоявшую В проекте Издательство Книгу Все это было Совершенно Несмертельно И несмотря на Какой-то Мгновенный Испуг Допустим Который Каждый Советский Человек Испытывал Доставая Из почтового Ящика Эту повестку На общее Мирочувствование Настоящего Литератора Разумеется Это никак Не влияло Странно Думать Что Такие Вещи Могут Как-то Искажать Миросозерцание В сторону Пессимизма А что влияло В таком случае Вот на ваш взгляд Что было для него Главным От чего он В жизни Все-таки Питался Главным Для него Была вера В человека Пусть это Звучит Банально Но он Был человеком Традиционных Ценностей И отстаивал Эти вечные Ценности Добра Правды Совестливости Жизни Восьмидесятые Тем более Потом В девяностые Годы Годы Великой Криминальной Революции Конечно Была Не подарок Была Жизнью Достаточно Темной И кажется Вся Реальность Говорила Об обратном А едва ли Не окончательной Потери Совести Окружающим Миром Но тем Не менее Вот внутри Него Сидела Такая Вера В человека В его Совестливость В то Что человек Сможет Все-таки Выйти Из темноты К свету И каждый Человек По отдельности И все Человечество В целом Это было Его перманентное Ощущение Наверное Для такой веры Недостаточно Знать людей Наверное Важно Еще и Самому Цельным Человеком Быть Разумеется Конечно У нее был Счастливый Дар Счастливый Дар Я бы Сказал Дар Осветляющий Вот Есть чернушники Понимаете Которым Покажешь Даже на что-то Светлое На светлое Жизненное Пятно Они все равно Найдут в нем Червоточину А Фазей Был совсем Не таким Он уже Старался Видеть Именно Светлые Стороны Жизни Вот почему В некоторых Новеллах Сандро Из Чигема Это такой Можно сказать Настоящий Абхазский Эпос Хоть и написанный В Москве И по-русски Очень жесткие Жестокие Даже Есть сцены И все-таки Это в целом Такой же Немножко Детский Эпос Каким является Эпос Вообще Эпос Гомера И все Другие Примеры Эпоса Вот именно В его сознании Это было Детское Сознание Света Спасибо вам За рассказ Всего доброго Напомню На связи с нами Был поэт Публицист Юрий Кублановский